Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области. Николай Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Несколько тем хочется с вами успеть обсудить. Начну с мусорной реформы, с так называемой мусорной реформы, хотя есть еще и другое название, экологическая реформа. На этой неделе стало известно, что тариф на вывоз мусора будет несколько снижен у нас в области, но всего на 74 копейки с человека. Согласитесь, это несколько меньше того, чего, наверное, люди ожидали. Откуда эта цифра взялась, и это окончательное уже решение, или все-таки за первым снижением могут последовать и еще какие-то? Во-первых, нужно сказать, что полномочия по установлению и пересмотру тарифа лежит исключительно на региональной энергетической комиссии, которая выполняет те нормативно-правовые акты, которые приняты на федеральном и областном уровне. В настоящее время вступил в силу только один нормативно-правовой акт, предусматривающий в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2019 год до уровня 2018 года. И именно только в рамках этого нормативного правового акта был осуществлен перерасчет. В ближайшее время... То есть сменилась методика, я правильно понимаю? Да. Немножечко. В одном из аспектов она сменилась. Один из пунктов, да. В ближайшее время мы ждем принятия на федеральном уровне закона об изменении ставки платы на НДС для региональных операторов, что тоже в свою очередь приведет к снижению тарифа на... Секундочку, я тут сразу хотел уточнить. НДС мы знаем с этого года 20%. 20%. Что сейчас услышат те, кто нас смотрит? Что мы ждем снижения тарифа на 20%. Там условно было 120 рублей минус 25. Говорить о том, на какую величину, сейчас не совсем корректно, потому что есть законопроект, который внесен, и он сейчас обсуждается, еще даже не было принято в первом чтении. И там обсуждается перечень видов работ, осуществляемых региональным оператором, которые будут освобождены от НДС. А то есть не все, что делает оператор, а некоторые работы. Поэтому после принятия данного закона, естественно, будет понятно, на какую величину снизится. По моим оценкам, однозначно будет больше, чем эти 74 копейки. Второй момент. В ближайшее время уже губернатор Северной области, да, тоже переходим к региональному уровню. То есть мы здесь можем регулировать только те параметры, которые относятся к полномочиям субъекта. Губернатор Северной области поручил Министерству экономики и финансов проработать вопрос по снижению ставки платы за земельный налог, это налог на прибыль и налог на имущество. То есть когда это будет просчитано, внесен также в законодательное собрание соответствующий законопроект, он будет принят, и на эту величину также будет снижен тариф. Но в качестве вывода тариф будет меняться, получили. Но насколько пока непонятно, надо смотреть, считать уже оперативно. Я могу сказать даже еще больше, кроме тарифа, мы ожидаем, что в ближайшее время будет принята новая методика расчета нормативов. Ведь больше вопросов вызывают нормативы, то есть это те объемы накопления мусора. Мы ожидаем, что в апреле месяце Министерство природных ресурсов Российской Федерации утвердит новую методику расчета нормативов. Она будет пересчитана, и я допускаю, я обоснованно допускаю, что для отдельных категорий жителей, в первую очередь это сельских территорий, особенно с печеным отоплением, эти объемы будут снижены. То есть происходит корректировка этой самой реформы, это вообще нормально? Или, знаете, можно же встречную претензию сразу высказать примерно такой. Но, ребят, все же было понятно заранее, можно было посчитать как-то до того, как это все вступит в силу. Ну, во-первых, это было посчитано. Давайте вспомним, что в июне месяце мы официально заявили, что приблизительно будем платить около 130 рублей с человека, когда еще только начинались эти все расчеты. Это правда, я помню. Примерно так и получилось. Да, больших и небольших даже возмущений особых не было. Мы все проговорили, поэтому возмущение пошло, когда первые квитанции. Сейчас мы видим, понимаем, что да, надо отрегулировать. Снизить просто так тариф, извините, он экономически обоснованный, просчитаны все затраты. То есть за счет льгот можно корректировать. Вот здесь и правительство Российской Федерации, и правительство Свердловской области принимает в рамках своих полномочий те решения, которые позволяют снизить платежи жителей. Но здесь ведь важно в другой крайность не уйти, Николай Борисович. Можно снизить до такой степени, когда действительно станет уже экономически необоснованным, и просто операторы будут не справляться с выводом мусора. Здесь же мы снижаем только плату в бюджеты. То есть те затраты, которые идут непосредственно на вывоз мусора, то есть заплата водителей мусоровозов, закупка бензина, она остается незыблемым. Как мне представляется, любая реформа идет легче, если люди, жители видят какие-то результаты, плоды этой реформы, причем чем раньше, тем лучше. Что и когда мы увидим и заметим? Пока только платежки, и поэтому негатив. Ну, я бы сказал, что мы уже видим первые результаты экологической реформы. Ведь основным аспектом этой реформы это было не допустить складирование твердых коммунальных отходов в местах, несанкционированных свалок, в лесах, полях и огородах. Сейчас некто сойдет, мы, может быть, что-то интересное увидим. Мы увидим старое. А что касается нового, мы уже видим, фиксируем тот объем мусора, который приходит на полигоны. От 15 до 20% на полигонах увеличилось поступление мусора. Стали довозить. Это значит, что тот мусор, который поступал раньше, не поступал на полигоны, поступал в леса и огороды. Ну, вроде 15%. Что такое 15%? Вот мы вчера, было у нас встреча с общественными организациями, жителями Нижнего Тагила, и РИФЕ, региональный оператор по северному АПО, да, территориальному округу, сказал, у нас увеличилось на 16%. В среднем погоду, это значит, в леса не попало от 25 до 30 тысяч тонн мусора. Вот почему экологическая реформа, в том числе. Николай Борисович, можно ли ситуацию с платежами за вывоз мусора сравнить с введением платежей за капремонт? Около пяти лет назад. Похожа ситуация? Ситуация, ну, практически зеркальная, да, мы это видим, что также есть призывы отдельных представителей не оплачивать, да. Также мы видим, что реформа идет, хоть не просто, да, однозначно не просто, потому что она касается каждого из нас, ну, семейного бюджета каждого, да. Но я уверен, что в течение первого года ситуация нормализуется. Даже сейчас, на примере капитального ремонта, мы видим собираемость более 95%. И что я хотел бы пользоваться фирмами, что сказать? Мы провели анализ по платежам тех, как вы назвали, элементов, которые призывали не оплачивать за капитальный ремонт. Сами-то они платят. Сами-то они как раз оказалось, что они оплатили, и в результате они подставили тех жителей, которые не оплатили, подавшись на их лозунги. В результате жители были вынуждены по решению судов, либо добровольно оплатить. Гасить долг, плюс еще и пение. Так самое главное, что они платили небольшими суммами ежемесячно, а им пришлось всю сумму платить разово, плюс пение, плюс судебные издержки. А те, кто призывал, они оплатили своевременно и... Ну, понятно. Я правильно понимаю, что с мусорными платежами тоже надо поаккуратнее? Все равно платить придется, даже если это неприятно и не хочется. Единственное, да, если вдруг мы видим, что в платежке есть недостоверенная информация, что в квартире проживает не 5 человек, как в платежке, а 2 человека, в этом случае надо прийти к региональному оператору, либо в расчетный центр, там это исправят, все остальное. Но это единичные случаи, которые с этого месяца, еще раз говорю, у нас отрегулированы будут. Николай Борисович, так мы плавно с вами перешли как раз к теме капремонтов. В марте исполняется 5 лет с того момента, как появился фонд содействия. 6 марта исполняется. 6 марта, вообще тик в тик, что называется. 5 лет сегодня я поздравил и руководителей, и сотрудников фонда. С этой знаковой даты действительно это был непростой период, это период, особенно первый год, это становление, это роста. И сегодня я могу констатировать... Ну давайте ключевые вещи за эти 5 лет, ключевые достижения. Первое, что за это время заменено более 1600 лифтов, знаковый показатель. Дальше. Отремонтировано почти 6000 многоквартирных домов. Улучшило проживание больше 300 тысяч жителей. Это вот такие цифры. Но в то же время я бы хотел ответить, что мы вышли на уровень по показателям, не нашим, да, мы не сами себя оцениваем, а федеральное правительство. Мы входим в число лучших региональных операторов. И те наработки, которые есть в нашем фонде, они предложены для тиражирования в других. Мы лучше по количеству или по качеству? Так уточню на всякий случай. И по организации работы, и по тем подходам, которые есть, и по качеству. На прошлой неделе закончилась проверка федерального фонда содействия реформирования ЖКХ, которые действительно отметили правильную организацию. О чем мы говорим? Это первое, это круглогодичная система капитального ремонта. Правда, что мы в этом новаторы? Да. Наша область первой стала ремонтировать круглогодичную. Второе, это комплексный подход. То, что мы заходим на дом и ремонтируем, делаем минимум 5-6 видов работы. Это единицы субъектов, которые это делают. Ну а то, что система ускоренной заменения лифта, когда мы меняем большое количество лифтов в течение года и расплачиваемость в течение трех лет, это наша экономическая модель, предложенная, которая получила одобрение президента Российской Федерации. И по его поручению она в настоящее время уже реализуется в 53 субъектах Российской Федерации. Николай Борисович, совсем скоро вы и ваши коллеги будете отмечать профессиональный праздник. 17 марта отмечается День работника ЖКХ. Как праздновать будете или по традиции работать будете, а праздники подождут? Ну это у нас и рабочие дни, но тем не менее у нас большой цикл мероприятий. Самое главное, что с 12 числа у нас в киноконцертном театре «Космос» проводится цикл выставок, которые организует Союз Промоэкспо. Это три выставки ЖКХ Промоэкспо, это энергосбережение и инженерные системы. Выставки для кого эти выставки? Выставки как для специалистов, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, так их могут посетить и другие жители Свердловской области, и гости нашего региона, посмотреть те инновации, которые есть в этой системе и, может быть, где-то использовать в своем быту. Но вы-то профессионалы, что там будете обсуждать на этих площадках? Я не знаю, ту же самую мусорную реформу, капитальные ремонты, энергосбережения, а может быть, все перечислено? В рамках выставочной деятельности у нас будут и отдельные круглые столы, которые посвящены каждому направлению в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и привлечение инвесторов в рамках конституционных соглашений, это и капитальный ремонт, это и, как вы сказали, только не мусорная, а экологическая реформа. Причем мы ожидаем интересных спикеров из других субъектов и даже с федерального уровня. И будет тема и чистой воды, поэтому, еще раз говорю, это будет интересно как специалистам, так и простым жителям. Спасибо большое, еще раз с наступающим праздником вас. Спасибо. Я напомню, что на стенде был Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области. До свидания и удачи.